Всем привет, ребята! И сегодня мы с вами будем играть в игру Найди 10 отличий Или не найди ни одного Пришла мне посылочка с китайскими воблерами С копиями на известные японские воблера То есть копия на Дуа Реалис 120 и 100 Это вот оригинальный Дуа Реалис Джеркбейт 120 СП А вот это вот копии на него Вот я уже сижу, 10 минут их разглядываю Перед тем, как начать видео И отличий пока найти не могу Также у меня вот лежат Оригинальный вантенн Плюс 1 От Мегабаса И вот они Вантенны Плюс 1 От Бэр Кинг Китайские воблерочки Пришло мне их 14 штук Разных воблеров Общей стоимостью на 3000 с чем-то рублей Ну, для сравнения Если взять два родных Мегабасика То вот они два Стоят сколько все эти 14 Китайцев Ну и давайте Искать различия Берем Родной Мегабас И копию на него Что мы видим Давайте По форме Сразу могу сказать Отличий никаких нет Вот давайте Возьмем даже Вот эти вот Умятинки На жабрах Здесь умятинка Две полосочки Под жабринкой На копии Все То же самое Как будто их Отливали В одной И той же Форме Разницы нет Никакой Давайте Сравним Лопатки По длине Они тоже Одинаковые Только вот У Мегабаса Немножко Вот тут С боков Какие-то Скосики Ну думаю На игру Это Не повлияет Совершенно Никак Плюс-минус Десятые Миллиметра Это Полная Фигня Даже Глаза Одинаковые Обои Злобно Смотрят Вниз По толщине Одинаковые Только Надписи На спинках Разные Пузики Одинаковые На обоях Вот выраженные Вот эти вот Линии Короче Китайцы Скопировали Один к одному Такое ощущение Что они Форму На прокат Взяли Вон даже Дырочки В носике Тут вот Виднеются Не знаю Как будет Видно На камеру Тут вот Ноздри Такие Есть И на копии Эти Ноздри Тоже Имеются В том же Самом Месте Точно Такие же Складочки Рядом Короче Одинаковые Вот Возьмем Другой Мегабасик Другого Цвета И Копию На него Ну Более Приближенную По цвету Чтоб Особого Контраста В глазах Не было Сравниваем Один к одному Ребята Все Один к одному Что так Посмотри Что так Разницы Нет Давайте В звуке Разницу Попробуем Найти Трясу Родной Мегабас Копия Копия Родной Копия Родной Ну Чуть Поглуше Копия Чуть Чуть Ну Как К этому Отнесется Щука Неизвестно Короче Идем Дальше Не тянем Время Короче По Внешнему Виду Вы не Найдете Даже Двух Отличий Можете Одно Какой Найдете Я не Нашел Пока Вот Такого Я цвета Их Еще Себе Прикупил Мой Любимый Вот как раз Мы можем Проглядеть Как Как они Сделаны Внутри 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 Они Тоже Полная Копия Настоящего Мегабаса У Настоящего Мегабаса Точно Такое Расположение Расположение Канавок По которым Бегают Шарики Точно Такие Шарики Бегают Их Столько Ж В родном Мегабасе При забросе Они В хвостик Падают Что Дает нам Хорошую Дальность Заброса Возвращаются Потом Назад На свое Место И все С Мегабасами Разобрались Теперь Берем Дуа Реализ 120 Это Вот Родной Цена Которого 1000 Рублей Или Даже 1100 Вот Его Копия В 3 Раза Дешевле Или В 4 Даже То же Самое Что и С Мегабасом Внешних Отличий Мы с вами Совершенно Не Найдем Их Просто Нет Как будто Вот В одной Форме Их Отливали У меня Вот такое Ощущение Даже Вот Чешуйки Что Видны Они Нарезаны Эти Чешуйки Через То же Самое Расстояние Что На Родном Что На Китайце Ну Ребята Реально Полная Копия В чем В чем Все Таки Есть Отличия Отличия Ребята В Крючках Крючки На Китайцах Стоят Естественно Подешевле Ну Сделаны Они Как Подделка На Вовноровские Крючки То есть Один Крюк Смотрит На Ушко Ну Кто знает Вовноровские Крючки Делаются Как Берут Один Крючок С ухом И К нему Припаивается Два Других По Отдельности Все Другие Производители Обычно Делают Берут Двойник И Припаивают К нему Один Чем Лучше Вот эти Вот Крючки Где Припаиваются Два И Ухо Напротив Одного Из Крючков А Лучше Эти Крючки Тем Что Они Балансируют Воблях То Есть Они Идут В одной Плоскости Один Крючок Идет Параллельно Самому Воблеру А два В разные Стороны А не Как-нибудь Вот так Вот Наперекосяк На больших Воблерах Не знаю Насколько Это влияет Но На маленьких Головлиных Воблерах Расположение Вот Крючков Этих Очень сильно Влияет Я Переставлял На маленьких Воблерах Другие Крючки И Воблера Переставали Ловить Покупал Обратно Овнеровские Сделанные Вот По такому Принципу Ушко Напротив Одного Из Крючков Ставил И Воблер Опять Начинал Ловить То есть Не нарушают Баланс Такие Крючки Они уравновешенные Так сказать Ну Естественно Это Не Овнер А какая-то Подделочка Можете Это ВМС Какие-нибудь Крючки Но Они Очень Острые Ребята Вот Смотрите За пальцем Подымается То есть Крючок У нас Отлично Липнет Что На Копии Дуа Что На Копии Мегабаса Тут Другие Крючки Но Тоже Сделанные Так же Как вы Видите За пальцем Подымается Липнет Так что Крючки Менять Я на них Не собираюсь Ну И Кстати Для сравнения Если У нас В российском Магазине Покупать Родные Овнеровские Тройники У нас Один Тройник В городе Стоит 75 Рублей Вот Такой Вот Овнеровский То есть Три Тройника Это 235 Рублей У китайцев За эту цену Идет И Воблер И Тройники То есть Мы покупаем Тройники Воблер Нам дают В подарок Ну Не будем Сравнивать Даже цены С Дуо И Мегабасом Это Просто В разы Короче Повторяемость Стопроцентная Как они Будут Себя Вести На воде Будет Видно На ближайших Рыбалках Что мне Еще Пришло А Пришло Мне Еще Пять Вот Таких Вот Воблерков Копия На чего Я Даже Не Знаю Длиной Они 128 Миллиметров Весят Тоже Не Помню Сколько На коробках Ни Хрена Ничего Китайцы Не Пишут Коробки У них Под Все Воблера Одинаковые Не Есть Кое Какие Разные Надписи Но В принципе Задние Картинки У них Как Вы Видите Одинаковые Есть Только Ну Вот Кое Какие Разные Надписи И Нигде Я тут Как Не Искал Не Написано Ни С торцов Ни Сбоку Сколько Это Весит Все Это Написано На Сайте Продавца То На Алиэкспресс Ссылки Я вам На них Естественно Оставлю Ну На всех Коробках Написано Что Dessing In Japan Переводится Вроде Как Разработано В Японии Или Сделано По Японской Технологии Кто Умный Тот Поймет Вот Отдельно Хочу Сказать Вот Про Эти Воблера Которые 128 Миллиметров Идут Они В комплекте 5 штук По Одному Я их Там Не видел Хотел На пробу Взять Парочку Ну Пришлось Взять 5 Ну Все 5 Они Стоят Что-то Там Около Тысячи Рублей Или 900 С чем-то Или Тысяча С небольшой Копеечкой За 5 Штук 200 Рублей За Воблер Крючки На них Стоят Точно Так же Как И на Подделках На Мегабас И на Дуо Делает Делает Их Так же Компания Бэр Кинг Ну Или это Под этой Маркой Завод Какой-то Делает Эти Воблеры Цвета Такие Интересные Я люблю Такие Полупрозрачные Воблерки Шарик Там Так же Бегает По Канавке Весело Короче Пришлось Их Покупать 5 Штук Сейчас Ради Интереса Достану Чтоб Было Видно Какие Еще Цвета Вот Такой Вот Еще Цвет С Отливом С Переливом Очень Такие Интересные Насколько Они Понравятся Нашей Щуке Я Ребята Абсолютно Не знаю Все Покажет Практика Как вы Знаете Воблеры Которые Я Показываю Я На них Потом Ловлю И Во всех Своих Видео Когда Ловится Щука Я Говорю На Какой Воблер Я Поймал Эту Щучку Многие Кричат Вот Реклама Реклама Ну Не хотите Знать На что Клюет Могу Не Говорить На что Скажу Вот Поймал На Воблер Просто На Воблер Ну И Что Мы Тут Еще Разглядим Вот Еще Сотиков Я Заказал Это Сотики На Дуа Реализ Сотой Ну Точно Такие Же Как Сотой Реализ У Меня Сотого Нету Я Его Оторвал Он У меня Был Всего Один Вот Заказал Себе Еще И Сотиков Вот Такой Вот Матагер Есть Как Я Люблю Вот И Все Мои Обновки Это Ребята Пришла Только Первая Посылочка Цвет Обалденный Просто Тащусь Еще В пути Там Две Или Три Посылки С Али Экспресса Как Придут Сделаю Обзор Вот И Все Ребята На Сегодня Кому Кого Вернее Заинтересовали Такие Вот Воблерки Китайские Копии Ссылочки Будут Под Видео На Вид Реально Нормальные Всем Удачи Пока